мама чоли мы переехали так вот так вот такая первая часть у нас сейчас жду брата он будет помогать мне вот это вот все переносить все в квартиру вот здесь вот вещи у нас в мешках вот здесь вот уже мама собрала аптечка вот это с магазина крема и тени то что остались а вот здесь у нас а чё подписано или нет у нас вот это вот коробка вот уже я не знаю что здесь ага это из белого пластикового комода очень удобно день 2 мы с мамочоли вот уже решили сами думаю брата не буду беспокоить вот это все я могу сама как бы по чуть-чуть вот мы потихоньку сейчас все везем на квартиру подкрасим там еще стены развесим какие-то вещи освободим сумки и вернем все обратно и может еще по магазинам сегодня сходим по выбираем что-нибудь для квартиры смотрите как люди переносят вещи заходят ремонтной работы уже плитку отбили у нас здесь около лифта так но сейчас пока этом докрасила все что нужно было пусть подсохнет будем класть линолеум уже на кухню а здесь сейчас в помощь мне вот эти вот вешалки мои как раз таки я их развешиваю и хочу освободить вот эти вот сумки сейчас буду раскладывать эти вешалки с моего магазина они очень-очень мне пригодятся у меня еще две вешалки там дома есть на квартире их тоже перенесу сейчас я распакую эти вешалки поставлю их буду вешать на них одежду освобождать вот эти пакеты потому что вещей еще у меня много они пригодятся точно так же как я складывала вещи в пакет и точно так же я складывала ну я имею ввиду мешки прозрачные точно так же я складывала вот эти вот пакеты теперь я беру смотрите раз кучкой и разворачиваю вот так вот буквально сегодня они возможно еще даже не помялись и вешаю их вот так вот на вешалку расправляюсь вот тут у меня вешалочка стоит уже максимально длинная мои вечерние платья которые которых некуда сходить какие-то с магазина платья все вместе очень быстро и удобно по три вешалочки буквально там у меня конечно вешалка была очень-очень высокая здесь немножко низ у меня если соберусь куда-то выйти вниз нужно будет немного проглазить костюмер столько платьев ну и вот смотрите вешалки 2 еще даже здесь у меня еще вещи влезут и тут еще вещи влезут пока что идут у нас работы я это все накрою вот в принципе работа не сильно пыльные но в любом случае мы закроем проход этой пленочкой покажем вам вот короче все а и здесь я тоже хочу накрыть чем-нибудь тоже эти вещи вот пока что вот так я все это убираю по чуть-чуть каждый день вот возим вещи а потом останутся крупногабаритные и брат уже мне их перевезет полностью в большой машине пакеты освободились три пакета и я их с собой заберу вот эти вот сразу мы освободили их для того чтобы комодики они очень классные их может быть даже в будущем уже кому-то отдам потому что буду домой покупать себе в квартиру все хорошее такое качественное а это такое временное вот но сейчас мы это освободили просто вот так перемотали да перевезли вот но сейчас уже можно открывать и допустим косметичку там выложить да как фу косметичку аптечку выложить еще что-то можно уже положить будет на первое время ну когда мы уже въедем сюда ну вот так мы все там как бы сделали накрыли вот здесь закрыли пленочкой все чтобы ничего грязного не летела вот там я тоже все закрыла пленкой чтобы такая двойная защита как бы было вот так вот выглядит сейчас прихожая просто разгром по разгром называется кошмара ну что мои хорошие мы каждый день буквально но не каждый день там два дня сейчас был перерывчик ну вот короче вот эти вот и киевские пакеты очень удобно я говорю вот на вешалке все у меня было или например вот со шкафа да мы все по вешалкам как я вам показывала складываем да и вешалку с собой берем и тут же я беру раскладывают вешалку и сразу же даже они не успевают помяться вот эти вещи я раскладываю на вешалку освобождаю сумки и снова иду сюда вот все по коробочкам белышках слева белышках справа коробочки не тяжелые специально чтобы мы могли с мамой уносить вот сколько их коробочек у нас тут но это еще не все вот освобождаю эти сейчас вот крупногабаритные вещи то что брат мне воскресенье вот перевезет все это дело только крупные оставим но мы практически уже полностью переезжаем видите вот тут тоже бардак небольшой все тут убираю мама тут у нас тоже помогает да самые кстати мои нелюбимые углы разбирает как-то интуитивно будто чувствует что мне там мне там не попрет убирать кухне моешь зона обитания ну да да ладно собираемся сейчас будем потихоньку в два захода и наверное или в три это все переносить посмотрим вообще чё там на квартире творится посмотрим что на квартире творится и чё сегодня будут рабочие делать на кстати позвонить так ну что мы с мамкой да смотрите сколько вещей сколько вещей все в одну комнату сейчас это очень удобно так знаете здесь этот бардак сейчас чуть-чуть тоже приберем рабочих уже нет два дня сохнет у нас здесь наша штукатурка скорее бы высохла мы короче будем здесь жить и будут вместе с нами делать нам плитку вот что чего я так сильно не хотела но она все равно будет неизбежно так сейчас вот смотрите кухонька уже три дня у нас лежит наш вот этот вот линолеум он уже весь изравнялся никаких уже нет вот этих вот его и мы сейчас кухоньку как бы сделал на столик есть мы сейчас столик поставим как бы кухня будет у нас теперь кухня и мойку нам должны подключить в ближайшее время вот и вот это освободим сейчас тоже спальню будем делать спальней кухню будем делать кухней и прихожую надо нам немножко разгребсти и вообще-то надо было тут покрасить просто на днях уже придут интернет делать вот и мафон будут делать надо эту стену мне точно покрасить всю классненько больше всего переезд нравится деньги да я помню что что-то такое мы тоже любили горка домашняя да вот лайфхак пожалуйста это матрас который я покупала вас кони твердый такой он без пружин без ничего на нем пока временно будем спать а этот оставим хозяевам их старым потихоньку углы освобождаются я вам сейчас немножко покажу да сколько вещей у нас тут много вот вот так вот и брат приехал на большой машине мы сейчас все это потихонечку до шкафы конечно вот это вот все все пока что пока что есть куда вот нам вещи складывать вот это будет очень хорошо незаменимый человек в моей жизни с другом приехали мне помогать так ну что такая машина у нас машина-дом вот грузчика наняли за тысячу рублей не это машина чужая надо аккуратно и грузаль наш брат снимает сестра работает приятно а чё ну и мелкая пока таска сейчас крупная пойдет опачки за ревер посмотри мне поток ниже чуть-чуть пора и нас варить сначала приседаешь спинку ровно держишь и нигде не выскочила отсюда как работа Как работа? Поляска вот Сломалась Так Я вот всё сюда кладу В эту сторону Да? Да, ты можешь съесть это Это надо вообще аккуратно У меня сегодня день такой Я туплю конкретно Я сейчас спрячу На пятом этаже шкафы выгружаю Один на один накидывай И всё, можно выключать А то что ты заотдыхался Так, теперь настало моё время руководить Всё, осталось чуть-чуть Мы так с размахом как-то тут кладём Не впритык всё Вообще, как будто никогда не грузили машину Как будто никогда не грузили машину А это тот же тетрис, ты понимаешь? Тот же тетрис Можно было бы вообще-то всё так упаковать сверху Вообще, да, можно было бы на полмашины всё упаковать Вообще, вот Моё родное, кровное Ну что, вот мы всё укомплектовали Поехали В милый дом Родной Реклама в тату сразу Реклама в тату Реклама в тату Так, я с краю слечу Сяду С краюшку Как чистенько у нас тут Прям Оп Оп Ну вот, мой хороший переезд и состоялся Только что уехал брат Я вот так вот всё залепила плёночкой Что-то там мы уже расставили Здесь, как видите Тоже закрыла немного Что-то поставила на кухню будет Полочку одну поставила уже на балкон Это будет у нас вместо холодильника Потому что холодильник будет через месяц только Вот, и все двери заделала плёнкой Как видите, наша плитка всё ещё стоит Как видите, здесь полный срач И сегодня рабочего моего нету Потому что у него чего-то произошло Вот Ну, честно говоря Честно говоря Я уже ненавижу рабочих Вот, что я могу вам сказать И мне хочется скорее, чтобы это всё закончилось И я просто не ожидал Да, я не ожидал Я привыкла, что если люди говорят, что они сделают В срок, быстро всё То это так и будет И я поняла, что очень важно Очень важно Никогда рабочим не давать деньги вперёд Никогда Реально давать даже маленький процент Вот у меня рабочие Они ещё Ну, как бы здесь хороший момент Что они Немного как бы В долг даже, да То есть они В долг могут поработать Чуть-чуть, как бы Я говорю там Попозже через недельку Через две отдам, да И они продолжают работать Работать, работать Как бы здесь Больше я им должна Чем они мне, да Но Всё же У меня такое положение И все об этом знают Что ребёнок Придёт Жить Вот в эту грязь Понимаете И мне Зуб давали, что Будет всё сделано До того числа Которое мне нужно А у нас получается То один какая-то День херня То второй день Что-то происходит Третий Сегодня вообще Край произошло Что даже претензий Никаких, понимаете Не предъявишь Серьёзные вещи Происходят Но от того, что происходит Это каждый день Как-то непонятно как, да Честно говоря Я уже не верю Вот Поэтому Я хочу, чтобы Всё это быстрее закончилось Я не знаю Я на грани, честно говоря И я в таких На самом деле вещах Сложных Обычно Принимаю резкие движения Ну то есть Грубо говоря Просто меняю рабочих Просто всё рассчитываю До свидания И всё Я реально на грани этого Просто попрощаться Найти других людей Даже если они будут Брать больше денег Мне главное Чтобы делали всё В срок И сейчас получается Вот такая ситуация Вот такая ситуация Ничего толком не сделано Даже ещё не заштукатурены Там кое-какие стены Я увидела И вот И вот И вот И завтра Завтра, понимаете Мы вот в это Переселяемся С ребёнком И с мамой И здесь будет рабочий Работать А ему здесь работать Ещё, я не знаю Дней пять, наверное Поэтому Я злая И я на грани Принятия серьёзных решений Вот Плюс Я ещё все вещи перевезла А у рабочих Ключи находятся И мне тоже это не очень нравится И для их И для моего спокойствия Было бы хорошо Чтобы ключи были у меня Здесь получается Больше контроля Конечно Но неудобство в том Что если рабочий В шесть утра захочет прийти Работает Я должна подорваться В шесть утра И здесь уже находиться А то какой смысл Тогда Открывать дверь И уходить Да Как бы Никакого Ну Я как же сомневаюсь Я вообще сомневаюсь Что приходят сюда Поздно работать И сомневаюсь Что поздно шуметь нельзя И сомневаюсь Что приходят рано Потому что рано тоже шуметь нельзя А мы же всё мешаем Вот это вот Там Калантушкой специальной Короче Я не знаю Сейчас я с мамой поговорю Наверное сменю уже замки И позвоню рабочему Когда он будет сюда приходить Чтобы он мне об этом говорил Возможно Они ждут оплату Чтоб я им сначала Оплатила за штукатурку Но опять же Штукатурка ещё не закончена И я это только что увидела В штукатурку у нас входила Шпаклёвка стены Я так поняла Стена не зашпаклёвана И вот штукатурка не заштукатурена А это значит Что работу штукатурки даже Ещё свою не выполнили Вот Но 40% я заплатила Кстати за штукатурку Так что Буду сегодня разговаривать Звонить В общем всё Все вещи перевезены Остались там буквально Пару сумочек Каких-то Да Завтра Денька пойдёт в садик Мы с мамой Придём сюда Мы сначала там Всё приберём Всё соберём уже окончательно Придём сюда И начнём уже потихоньку Всё раскладывать И уже всё И уже Завтра Послезавтра Мы уже сдаём квартиру Нашу Полностью И переезжаем сюда Вот так Ну в принципе Вот так вот он В коробках Мешках Вот так вот и Выглядит Это у всех В общем так Мамачоли Мамачоли Мы Вот здесь Вот здесь Я не знаю Здесь вам показывают Показывать или нет Ну смотрите Мамачоли Ответственная По кухне Здесь много вещей Да Мы будем Короче некогда было Разбирать Какие-то вещи конечно Стоит уже выкинуть Но я решила не заморачиваться Затем Быстрее выехать Раздали квартиру Сейчас мы И всё И вот сейчас потихоньку Будем разбираться Сейчас шкафов мало Всего мало Поэтому как раз таки Всё необходимое Что надо поставить Поставим Всё остальное Что уже не пользуемся Кому-то отдадим Что-то выбросим И короче Вот такие дела Мы уже вылезали ту квартиру Вот так Да идеальная квартира Просто Сдали там Чики-пуки Мне кажется хозяйка зашла Она даже Ей даже не захотелось Вот навьё Вот только-только Как будто она нам сдавала Вот прям просто Она просто зашла И такая Ну ладно давайте садимся И считаем Даже не стала ничего нигде Заглядывать смотреть Да А теперь будем вылизывать Вот эту квартиру Но это уже наша Несъёмная Да Здесь уже будем Слушай Кто-то думает что я буду С тобой жить Я сразу говорю нет Мы жить не вместе Не будем Но я здесь просто много времени Провожу А отдыхать И кайфовать Я уезжаю к себе Домой Как на курорт Да Выспаться там Полениться Отдохнуть У нас единственный момент Что это вот то что нас Рабочие подвели Я думаю как и всех других людей Подводят рабочие И конечно у нас вот здесь Вот что происходит Да Мы переехали в такие условия Сейчас в ближайшее время Мойку нам подключат Вот туда вот да Чтобы мы мыли посуду Как да и кухоньку мама делала Но вода у нас есть Вода есть Рабочие подводят Потому что да Да Плитку уже давно можно было положить В принципе И ещё не до штукатурили кое-что В общем Сейчас будем разбираться Я буду искать других рабочих каких-то Будем короче выходить из положения Но Томить Ждать было нельзя Если бы рабочие или работали Я может быть ещё подождала бы Но так как они не работают Я понимаю что ждать неделями Здесь ну как бы не вариант Поэтому мы переехали Сейчас будем решать В общем всё Поздравляйте нас с переездом Вот в такую разруху Мы приехали И вы посмотрите Что мы из этого сделаем И уже будет следующее видео Какой был минимальный ремонт Минимальные вложения Чтобы въехать И короче Как мы живём Справляемся Как мы всё Более-менее тут вот Раскидали на первое время И сколько вышел ремонт На что там необходимо было потратить А на что можно было бы не тратить Честно Всё это короче В следующем видео Наверное Всё я вас люблю целую Канал Мамычоли под видео Она тоже нет-нет будет Что-нибудь снимать Да У меня получается Сейчас просто мне некогда Даже брать камеру В руки Я хочу быстрее Вот это всё сделать И потом что Ну как бы что снимать Что я мою Убираю Давай пельмешки жареные Давай-давай Всё мои хорошие Я сейчас буду кушать И люблю вас целую Прощаюсь до следующего видео Пока Поздравляйте нас Тяжело было Но зато Ту-ту-ту Финишная прямая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры